Каин, Иран, Британия, новое слабое звено в Альянсе Каин, Иран 7 декабря 2019 года Саммит глав стран НАТО в Лондоне прошел на фоне беспрецедентных доселей внутренних противоречий и разногласий в Атлантическом Альянсе И буквально накануне в СМИ стало известно о резонансном выступлении лидера либористской партии Великобритании Джереми Карбина В котором политик, раскритиковав последние шаги из стран Альянса, в частности, заявил, что было бы даже лучше, если бы НАТО не было вовсе Заявление действительно громкое, особенно для политика государства, не просто входящего в Альянс, но являющегося фактически, страной-локомотивом Атлантического блока Однако вернемся снова к самому саммиту, приуроченному, в этот раз, годовщине его 70-летия Но при этом настроение у участников было далеко не праздничным Всеобщее настроение и опасение относительно нынешнего состояния организации выразил прежний генсек НАТО, который заявил, что разногласия уже достигли действительно беспрецедентной формы И при этом становится все глубже с каждым днем Не менее точным был один французский журналист, который написал, что атмосфера вокруг церемонии, также в связи со скрытыми внутри организации противоречиями, была весьма далека от праздничной Работа саммита предполагалась весьма короткой Его программа предполагала всего одно рабочее заседание, проходившее в одном из отелей в окрестностях британской столицы Однако разногласия между лидерами стран Альянса привлекали повышенное внимание прессы буквально со всего мира Поэтому интерес именно к этому форуму был довольно высоким Кроме того, в минувшем октябре произошло еще одно важное событие, повлиявшее на настроение вокруг Альянса Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган объявил о начале военной операции против боевиков, связанных с прокурдскими формированиями на севере Сирии Кроме того, президент Турции, также страны-члены Альянса, своим поведением всячески стремился продемонстрировать, что мнение остальных лидеров стран, входящих в организацию, для него, не указ И НАТО, таким образом, выявило свою полную беспомощность перед агрессивными устремлениями президента Турции Президент Франции Эммануэль Макрон после этого, комментируя ситуацию, высказался о смерти мозга Альянса Данное заявление вызвало резкое неприятие у остальных государств членов Альянса и негативную реакцию со стороны ряда лидеров государств, входящих в НАТО В частности, высказывание Макрона встретило явное неприятие канцлера ФРГ Ангелы Меркель, доселе настроенной весьма позитивно в отношении лидера Франции Но главной осью противоречий в Альянсе были, как отмечал один журналист агентства Франча Пресс, разногласия все же между президентом Франции Макроном и турецким лидером Эрдоганом Причиной противоречий стало то, что Эрдоган предпринял отмеченные шаги в отношении северо-восточной Сирии, не информируя о своих планах лидеров остальных стран Альянса Помимо турецкого фактора противоречий внутри блока НАТО появился еще один, американский, который связан с отношением президента США Дональда Трампа к организации Как написал один из западных журналистов, Дональд Трамп за все время своего президентства, сколько бы и когда бы он не присутствовал на форумах и саммитах организации, поднимал на них только один вопрос Вопрос финансирования организации, а именно, справедливого распределения финансовой ответственности между союзниками по ту и по эту сторону Атлантики Точнее, Трамп недвусмысленно требовал от своих европейских союзников, как и от Канады, увеличения расходов на военные нужды Североатлантического Альянса Главы стран Альянса надеются, что подписание соглашения о перераспределении финансовой ответственности между США и их европейскими союзниками по НАТО Как и стремление европейских стран-участников Альянса изыскать дополнительные источники финансирования, согласно пожеланиям Трампа, помогут несколько разрядить обстановку Генеральный секретарь НАТО Янстутенберг выразил уверенность, что даже до начала следующего года неамериканские участники Альянса смогут изыскать возможности для увеличения своих оборонных расходов По сравнению с 2016 годом, примерно на 130 миллиардов долларов Однако многие комментаторы и эксперты сомневаются, будет ли этой суммы достаточно, и уже сейчас ждут вновь негативного отклика американского президента на решение европейских коллег К чему призывает Карбин не задал годы начала форума в Лондоне В электронных СМИ появляется видео, на котором известный и влиятельный британский политик, лидер либористской партии, дает весьма негативные суждения относительно НАТО Известное британское издание Daily Mail приводит следующие слова Карбина Я, не сторонник НАТО На самом деле, было бы лучше совсем без НАТО, как если бы его не было вовсе Я также не сторонник военных союзов на Западе, и также хотел бы, чтобы их не было А в начале нынешней недели, буквально накануне форума, лидер либористов также сделал заявление относительно внешней политики в целом и политики Альянса в частности Он, в частности, сказал, что надеется на будущее британское руководство, чтобы оно, во-первых, ослабило свою традиционную антироссийскую риторику, а во-вторых, перестало бы следовать исключительно в форватере внешнеполитического курса Соединенных Штатов Карбин также добавил, что даже намерен бороться, чтобы Альянс перестал использовать исключительно жесткую линию во взаимоотношениях в России Исторические противоречия о глубинных противоречиях среди стран-членов Альянса говорил прежний генеральный секретарь организации Андерс Фокросмусен Исполнивший эти обязанности в течение довольно долгого времени, с 2009 по 2014 год Как уже упоминалось, Росмусен указал на беспрецедентный характер нынешних разногласий относительно всей истории существования Альянса В одном из своих интервью Росмусен подчеркнул, что никогда в своей истории НАТО не имел таких серьезных противоречий, причем таковые носят не случайный, а принципиальный, политический характер Атака Трампа на Макрона не задал год до начала нынешнего форума НАТО новый раунд Словесной войны между странами-членами Альянса инициировал Дональд Трамп Он обрушился с резкой критикой на президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего о смерти мозга НАТО Трамп явно принял высказывания французского коллеги на свой счет Трамп подчеркнул, что в Европе никто настолько не нуждается в НАТО, как Франция, а Америке НАТО не нужно вообще, поскольку она не получает от Альянса никакой выгоды Следовательно, Макрону не пристало вообще рассуждать на подобную тему Президент США также отметил, что уже давно наблюдает за недопустимым поведением Франции, которое подрывает основы Альянса У меня лично хорошее отношение с Макроном, однако последнее время он говорит много такого, чего не следует говорить, подчеркнул Трамп По словам президента США, главной проблемой, которая мешает эффективному сотрудничеству стран Альянса последнее время, является отсутствие распределения четких обязанностей и четкой ответственности между странами НАТО Трамп, подвергнув резкой критике и ждевенческую позицию европейских стран к вопросам обороны и нуждам НАТО, указал также на крайне несправедливое отношение стран ЕС к вопросам торгово-экономического сотрудничества с Америкой Как полагает Дональд Трамп, необходимо немедленно положить конец злоупотреблением, царящим в Европе относительно НАТО и относительно торговли с Америкой Таким образом, мы насчитали достаточно факторов внутренних противоречий, которые накопились в Североатлантическом Альянсе, причем мы основывались лишь на субъективных оценках действующих политиков государств Альянса Если к этому добавить оценки сторонних экспертов и наблюдателей, то таких факторов противоречий будет куда больше Причем пока не наблюдается ни попыток решить накопившиеся противоречия, по крайней мере, со стороны лидеров ведущих стран НАТО Никаких либо эффективных рецептов, которые предлагались бы экспертным сообществам Альянса Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ